Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Ковина предлагает юным читателям послушать сказку Марины Кремер «Зачем тигренку полоски?» Тигренок сидел у зеркала и сердито смотрел на свое отражение. «Зачем мне нужны полоски?» «Не хочу». «Почему они тебе не нравятся?» – удивился заяц. «Почему, почему? Потому что не должно быть полосок. Ни у кого в лесу их нет». «А как же енот и кабан?» – вспомнил заяц. «У енота только хвостик полосатый. У кабана полоски нежные, почти незаметные. А я весь полосатый!» – сердито сказал тигренок. «Не нужны мне полоски. И я хочу быть желтеньким!» Тигренок топнул лапой и отвернулся от зеркала. «Тогда давай от них избавимся!» – предложил заяц. «А как?» – заинтересовался тигренок. Заяц задумался. «Давай их чем-нибудь закроем!» Сказано, сделано! Заяц оборвал весь куст плюща и замотал им тигренка с головы до ног. «Ну вот и все!» «Ух ты, как хорошо получилось!» – воскликнул он. «Ни одной полоски не видно!» «Не очень-то удобный костюм!» – пожаловался тигренок. «Как-то, по-твоему, я должен теперь ходить!» Он попытался шагнуть вперед, но споткнулся о плющ и кувырком полетел по склону холма. «Стой, стой!» «Куда же ты?» – закричал заяц и помчался за ним. Ударился тигренок о старое дерево и остановился. От костюма его ничего не осталось. Листья осыпались и полоски виднелись точь-в-точь, как раньше. «Это ты плохо придумал!» – сказал тигренок. «Не буду носить твой бестолковый костюм!» «Тогда сам придумывай, как избавиться от полосок!» – обиделся заяц. Побрели они по тропинке и начали думать изо всех сил. Но ничего не придумали. «Давай спросим у кого-нибудь совета!» – предложил заяц. «Давай!» – вздохнул тигренок. Пришли друзья на речку, там енот мыл посуду. «Привет, енот!» – закричал заяц. «Тигренке не нужны полоски. Ты случайно не знаешь, как от них избавиться?» Енот почесал за ушком, подумал и сказал. «Лучше всего полоски смыть водой. Это я точно знаю». «Мыться? Да еще с мылом!» – расстроился тигренок. «Вода мокрая, мыло жжется. Никак нельзя, по-другому!» «По-другому нельзя!» – твердо сказал енот. Тигренок вздохнул и полез мыться в корыто. Долго он терся изо всех сил. Наконец спросил. «Ну что, пропали полоски?» «Нет!» – сказал заяц. И посмотрел на енота. Тот пожал плечами и сказал. «Ну что?» Зато тигренок стал чистый. Тигренок очень огорчился. «Так как же мне быть? Мне не нужны полоски!» «Пойдем спросим у белки. Может, она что-нибудь придумает?» – предложил заяц. И они тронулись в путь все втроем. У старого дуба белка собирала желуди и прятала их в укромные места. «Привет, белка!» «Помоги, а!» – попросил тигренок. «Мне не нужны полоски!» «Не знаешь, как от них избавиться?» «Ты какой-то странный!» – удивилась она. «Зачем тебе это нужно?» «Не нужны они мне!» «И все!» – пробурчал тигренок. «Да ладно!» «Вот тебе краски!» «Возьми и закрась!» – ответила белка. Тигренок очень обрадовался. И он взял кисточку и принялся аккуратно закрашивать полоски. «Ну как?» – спросил тигренок, стараясь разглядеть себя со спины. «Ты похож на цыпленка!» – размеялась белка. «Теперь нужно подождать, пока краска высохнет!» Улеглись тигренки, ноты заяц, вручья на песочке. Лежали-лежали, слушали, как журчит вода, и незаметно уснули. В это время медведь возвращался домой с рыбалки с полным ведром свежей рыбки. Шел он вдоль ручья, обошел спящего енота, потом зайца. А вот тигренка-то не заметил. Желтый тигренок без полосок был совсем не виден на желтом песке. Медведь споткнулся об него и полетел вверх тормашками. Выронил удочку, упустил ведро. С рыбы прямо в воду! А сам шлепнулся так, что земля вдруг задрожала. «Ай-яй-яй!» – взвигнул испуганный тигренок. «Ого-го!» – заревел медведь, поднимаясь и потирая ушибленный бок. «Тигренок, где твои полоски?» «Я их закрасил!» – оробил тигренок. «И зачем ты это сделал?» – сердится спросил медведь. «Теперь мне придется заново идти на рыбалку. Просто я не ту краску выбрал!» – опрадовался тигренок. «Надо было черную брать, и был бы я заметный!» «И мне…» – «А мне нравятся твои полоски!» – заметил енот. «Лучше бы тебе остаться полосатым!» «Нет-нет-нет!» – «Ни за что!» – заручал тигренок. «Они мне не нужны!» – «Сам пойду за черной краской!» И он снова отправился к белке. Видит, в ручье купаются два бобра. «Гляди-ка, братец!» – «Желтый тигр!» – удивился один бобер, увидев тигренка. «Я просто не верю своим глазам!» – воскликнул другой. «Да это я покрасился не в тот цвет!» – махнул лапа тигренок. «Просто мне полоски не нужны!» «Теперь хочу стать весь черной!» – иду к белке за краской. «До этого не нужна окраска!» – сказали ему бобры. «Найдем?» – «Пойдем-ка с нами! Мы тебе поможем!» Бобры привели тигренка к огромной луже. «Вы что, хотите, чтобы я вывалился в грязи?» – с сомнением спросил тигренок. «Давай! Это весело! И краситься в черный цвет тебе не придется! Не останется у тебя ни одной полоски!» – сказали бобры и плюхнулись в лужу. «Подумал, подумал тигренок, посмотрел, как резвятся в лужи бобры, и тоже к ним полез!» Возиться в луже и правда было весело. Тигренок вымазался от ушей до кончика хвоста, и полоски у него пропали. Он был совершенно счастлив, поблагодарил бобров и отправился домой. «Идет и не идет, а навстречу ему ежик!» «Привет!» – закричал тигренок, надеясь похвастаться своей новой расцветкой. Но ежик тигренка не узнал и решил, что в лесу завелся неизвестный, опасный зверь. «Ты чего, ты чего?» – испугался ежик. «А ну, отойди! Я то уколю тебя иголками!» «Ежик, это же я! Я тигренок! Просто я вывалился в лужи!» «Видишь, все полоски у меня исчезли!» И он покрутился, чтобы показать себя со всех сторон. «Вот так, так!» «Ах, ну, ежик, зачем ты это сделал?» «Чтобы полосок не было!» «Видно!» – объяснил тигренок. «Они мне вообще не нужны!» «Эх ты! Раз у тебя есть полоски, значит, они тебе обязательно зачем-то нужны!» – сказал ежик. «Оглянись вокруг! В природе не бывает ничего бесполезного!» Тигренок посмотрел на свою грязную шерстку и вздохнул. «Тебе легко говорить! Например, твои иголки защиты от врагов, а у зайца длинные уши, чтобы хорошо слышать, пушистый хвостик у белки, чтобы легче было прыгать по деревьям. А полоски-то мне зачем?» И все-таки слова ежика заставили тигренка задуматься. Грустный малыш вобрел домой. Налил себе полную лейку воды и хорошенько смыл себя всю грязь. Но на следующий день лесные жители собрались поиграть в прятки на полянке. И тигренок тоже пришел. Вместе с полосками все были рады его видеть. Водил заяц. Он проговорил считалочку, и все звери разбежались кто куда. Тигренок тоже спрятался в высокой, самой сухой траве. Заяц всех застукал, а тигренка никак никто не мог найти. Наконец он закричал. «Тигренок, ты где?» «Я сдаюсь». Тигренок вышел на полянку. «Где ты был?» Набросился на него заяц. «Я тебя нигде не мог найти. Так нечестно. Ты далеко убегаешь. А мы договорились спрятаться на полянке». «Но я ведь не убегал. Я в траве сидел. Прямо вот тут!» Показал тигренок. «И почему я не мог тебя найти?» Спросил заяц. «Да потому что он полосатый!» Засмеялся гопан. «Потому что его не видно в траве!» «Только тут понял малыш, зачем ему полоски, чтобы быть незаметным!» Оказалось, что друзья не могут его найти ни в траве, ни в кустах, ни даже в камышах. «Мы тоже так хотим!» Закричали все зверята. Они приняли скрасить все вокруг разноцветными полосками. Зелеными, красными, фиолетовыми, голубыми и желтыми. А тигренок был счастлив. Ведь только у него в лесу полоски были не нарисованные, а настоящие высшего качества. Субтитры создавал DimaTorzok